Всем привет! Мне Рос сказал побрутальнее сниматься. В общем, у нас новый проект. Квартира Двушка-Распашонка, Южно-Домодедовская. Ну, в городе Домодедово, Южно-Домодедовская улица. Дверь будет меняться, понятно, поэтому можно ей постучать. Квартира абсолютно голая, здесь ничего еще не делалось. У нас вот такой большой зал с панорамным окном. У нас, кстати, 10 этаж, а это не последний этаж, у нас 2 этажа еще над головой. Вот, в принципе, все интересно. Сейчас ребята здесь начнут делать электрику. Завтра сюда заходят стяжники, за один день делают там стяжку. Здесь полностью квадратная квартира, все потолки. Я помню, мы переделали очень много таких квартир по потолкам, и они все здесь абсолютно квадратные. Вот такая кухня, она как бы небольшая, но если в грамотном вставить, здесь все влезет. Окно с полупанорамными окнами, тоже прикольно смотрится. Раздельный туалет, раздельная ванна. Кстати, туалет довольно большой, потому что в предыдущем объекте у нас с этим были проблемы, там был совсем маленький горшок. И вот такая еще одна комната. Вот эти все вещи будут отдираться, здесь будут нормальные откосы. Топы мы оставим, они все в пленке, поэтому не вижу смысла их менять. Вот, ну, в общем, начинаем работы, запускаем весь процесс ремонта и показываем вам готовый результат. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас очередной готовый объект, это двухкомнатная квартира. Площадь, удивительно, не изменяет память, 58 квадратов. Давайте мы на нее посмотрим. Итак, начиная с входной двери. Все начинается с входной двери. Хорошая дверь, толстая, практически сейфовая. Сколько тут? Сотки почти. Кто это у нас? Бульдорс. Это будет не реклама. Большая плотная дверь нас встречает. Зеркало. Зеркало до самого низа. Рассматривали варианты более короткого зеркала, но не так хорошо смотрится. Но это все-таки смотрится интересно. Сразу есть зеркало, увеличивает пространство. И удобное довольно расположение. То есть даже если где-то у вас есть курки, будут висеть шкафы. Зеркало всегда удобно. По полу у нас уложен керамогранит. Формата 50 на 50. Мы уже делали такой же проект, такой же квартиры, прям один в один. Там был керамогранит светлее, здесь темнее. Вывод? Лучше делать светлее. Потому что этот темный пол, он все-таки смотрится очень марко. Ну, на мой взгляд, тяжеловато. Что мы видим в гостиной? Здесь мы отказались от бра. О предыдущем проекте мы в комнате делали бра. Вот. Здесь мы бра не делали. Почему? Потому что непонятно, где будет стоять кровать. Поскольку квартира не делается под заказчика, а делается по свободную продажу. Ну вот, соответственно, решили этого избежать. Здесь шикарные распашные двери. Многие думают, что распашные двери это сильно дорого. На самом деле, нет. Вы уже не платите за коробку, за доборы, потому что вы уже за это заплатили. Вы платите только за одно полотно двери. Ее можно зафиксировать в таком вот положении. Соответственно, она будет закрыта. Вот. И, ну, я думаю, чаще всего, в 90% случаев, она будет именно вот так вот использоваться. Потому что все-таки это зал. Вот. Большой, хороший проем. Установлен встроенный карниз. Здесь натяжные потолки. Установлен встроенный карниз алюминиевый. Это мы по стандарту везде ставим. Яркая люстра на 120 ватт, она, да, по-моему, идет? То есть мы не изменяем память, да, 120 ватт. Выход под телевизор, соответственно, на вдвойные розетки. По возможности, везде стараемся ставить вдвойные розетки. То есть, единарная розетка, это как-то вот ни о чем, а двойная, а это вот самое то. Коридор, ну, понятно, это стандартный коридор, здесь особо нечего рассказать. Переместимся на кухню. На кухне у нас, опять же, в отличие от предыдущего проекта, здесь у нас сделаны световые линии. Современное решение в натяжных потолках, поскольку мы потолочники, мы как бы этим должны позырять. Вот, вот, соответственно, небольшую фишечку сюда в квартиру внесли. Выглядит свежо, современно, интересно. Людям очень нравится. Также блоки розеток, выход под духовку, выход под вытяжку, выход под раковину и розетка под холодильник. Также сверху установлена розетка под телевизор, ну, и, соответственно, питание под телевизор. Балкон. Балкон не утеплялся, он как есть, то есть, это холодный балкон, его просто прошли декоративной штукатуркой и уложили такой же керамогранит, как во всей квартире, чтобы он не выбивался, не выделялся. Также сверху установлен натяжной потолок. Кстати, натяжной потолок, именно ПВХ, на балконе, это самое, мне кажется, лучшее решение, потому что балконы очень часто текут. вот и именно натяжной потолок сможет вас защитить от протечки это очень удобно санузел здесь у нас большой и шикарный санузел что вы понимали но он прям большой вот такой вот здесь есть понятно люк туда уходит все счетчики доступе широкий люк для того чтобы можно было нанесен там что-то исправлять вот такой вот бачок здесь взяли такой клуба больше с этой частью она чтобы закрывала готов чтобы не было видно на предыдущей квартире у нас был попроще туалет ванна как всегда это как бы основное место которое мы по максимуму оснащаем такая же пластиковая ванна как и предыдущей квартире единственное отличие здесь сифон автомат так совпало то что по акции он стоил столько же суки полуавтомат соответственно чем и не поставить хороший правильно душ большая лейка маленькая лейка сантехник вообще мпм взята но это леруа шный бренд но принципе неплохой зарекомендовал себя неплохо черный смеситель выглядит очень хорошо но единственное при плохой воде в эксплуатации их нам довольно часто чистить то что на них будет появляться налет это уже надо чем-то жертвовать если у вас красиво значит должны жертвовать практично электрический полотенцесушитель мы на всех квартирах а водяные полотенчики отрезаем сразу и завариваем потому что водяные полотенчики неизбежно как бы вы их не сделали раз три в четыре года будут у вас течь это прям вот как пить дать здесь электрический полотенцесушитель он если не так много как все думают то что он прям потребляет нет он не потребляет особенно если брать и такой вариант с таймером с регулировкой температуры когда надо вы его включили поставили на два часа он погрел высушил полотенце и сам отключился и даже если вы куда-то уезжаете улетаете у вас нет переживания то что вы затопите соседей хорошая штука широкая сотая раковина тоже хорошая просто ну попалась такой попался вариант и ванна позволяла я думаю ну грех не поставить это реально очень удобно широченная раковина есть закрытое хранение есть открытое хранение полотенчики какие тогда штуки есть зеркало в том же стиле выполнено чтобы продержаться того же стиля взяли его но она без подсветки но провод там есть то есть если дальнейшем захочется поменять пожалуй ну айпишные розетки на стене в ванне это уже по стандарту и у нас есть вот такая вот спальня если кто помещение у нас является прям чисто зал зал здесь все таки у нас прям полноценная небольшая спальня выход под телевизор настенные бра из той же коллекции что вот эти люстры смотрится хорошо единственный минус они не поворотные ну как бы может быть это и не надо для эксперимента для теста взяли такие также сделан встроенный карниз и установлена люстра по мощности она точно такая же как зале но визуально выглядит чуть чуть меньше поскольку помещение меньше люстра выглядит чуть чуть меньше окна у нас не менялись утепленные пластиковые откосы батареи у нас не менялись лежит ламинат здесь 33 класс он не то чтобы какой-то сверх дорогой но он сам вот этой красивой паски вот и соответственно в нормальном исполнении до караева собирают таким шагом тело очень хорошо выглядит он на чистый аккуратный и самое главное что он не марки он практичный то есть даже какие-то царапки на нем не незаметно не видны ну и пару слов про двери двери черной фурнитурой черная фурнитура сейчас в моде поэтому конечно за нее приходится переплачивать черные фурнитуры черные замки черные стекла здесь даже петли черные но в совокупности это все добавляет таких вот интересных деталей в квартиру вот в принципе на этом все у нас уже подготавливается третий проект и я думаю на нем с вами снова увидимся пока